Сегодня на программе «Мировое влияние» мы поговорим о видении, изменяющем мир. Мы находимся в Греции. Сегодня этот город называется Кавала, а в древности это место было портом под названием Неаполь. Павел принес сюда благую весть, и это навсегда изменило наш мир. Оставайтесь с нами. Добро пожаловать на «Мировое влияние» и добро пожаловать в Грецию. Сейчас я нахожусь в портовом городе Кавали, который в древности был портом под названием Неаполь, о котором упоминается в деяниях. Именно здесь высадился на берега полстал Павел, чтобы впервые принести благую весть в Европу. В этом городе «Мировое влияние» продолжает нашу серию программ об изменении мира. Тема нашей сегодняшней программы — видение, изменяющее мир. Мы поговорим о видении, которое было у Павла примерно в 240 километрах отсюда у Игейского моря, когда один македонец попросил его приехать к нему и помочь, и это навсегда изменило мир. Наш западный мир изменило благовествование Иисуса Христа. Павел смог изменить мир, потому что у него было видение. И сегодня я хочу задать вам несколько вопросов. А какое видение у вас? Что Бог призвал вас сделать для нашего поколения? И что вы собираетесь сделать, чтобы воплотить в жизнь видение, которое Бог поместил в ваше сердце? Если вам нужна молитва об этом, то позвоните мне или напишите на сайт, и я с радостью послушаю ваши истории о том, что Бог поместил в ваше сердце в той местности, где вы живете, и какое у вас видение, чтобы изменить жизнь вашей семьи, вашей общины, вашей церкви и даже мира, в котором мы живем. Я считаю, что призыв того македонца изменил жизнь Павла и помог ему внести что-то новое в жизнь его поколения. А какой призыв у вас? К чему призвал вас Бог? Зайдите на наш сайт и расскажите нам об этом. Когда Павел прибыл в Македонию, эта земля все еще находилась под властью Александра Македонского даже через пару сотен лет после его смерти. У Александра было великое видение. Он хотел завоевать мир и распространить по всему миру греческую культуру. Видение Павла было совсем другим. Он пришел сюда, чтобы помочь людям, неся благовествование Иисуса Христа о том, что Иисус воскрес из мертвых, чтобы у нас была вечная жизнь днем. Это благовествование прибыло в этот город, который тогда назывался Неаполь, и навсегда изменило мир. Я вернусь к вам через минуту и расскажу вам о видении, которое может изменить мир. Видение Видение Хотя глаз орла видит в восемь раз лучше человеческого, но среди всех обитателей Земли лишь человек обладает величайшим потенциалом размышлять о будущем в своем воображении и визуализировать его. Кому, по вашему мнению, это удалось лучше всего? Илону Маску, который смог воплотить в жизнь систему PayPal и теперь мечтает о космических путешествиях для всех? А может быть, вы вспомнили Десмонда Туту и Нельсона Манделлу, которые смогли предвидеть конец апартеида в Южной Африке? А как насчет обычных родителей, которые работают в поте лица, чтобы их дети смогли получить хорошее образование и вести успешную жизнь? А может, ваш разум углубился еще дальше в историю, и вы подумали о Христофоре Колумбе, который придумал плыть на запад, чтобы попасть на восток? Или о Мартине Лютере, который хотел приблизить людей к Богу и перевел Библию на родной для них язык? А как насчет апостола Павла, который принес благовествование Иисуса в мир язычников? Благодаря своему видению, он отправился в три путешествия, которые стоили ему многого. Он посетил Малую Азию и Европу и преодолел путь в 16 тысяч километров. Он даже отказался от своей свободы, чтобы приехать проповедовать в Риме. Во время своих путешествий он написал 14 книг Нового Завета и помог нам лучше понять искупительную роль Иисуса. Возможно, Павел осуществил великое видение Иисуса, который сказал, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Сегодня на программе «Мировое влияние» мы говорим о том, что мы были призваны изменить мир, а также о силе нашего видения для осуществления этой цели. Сегодня я нахожусь в портовом городе Кавали, который в древности был портом под названием Неаполь. Именно сюда прибыл Павел, когда почти 2000 лет назад привез в Европу благую весть. Сегодня мы поговорим о силе видения, которое может изменить мир и благодаря которому мы сможем изменить мир во славу Иисуса Христа. Я хотел бы начать сегодняшнее послание с видения, которое было у Павла, когда он находился еще на другом берегу Игейского моря в Трааде. Дойдя до миссии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Миновав же миссию, сошли они в Трааду. И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря, «Приди в Македонию и помоги нам». После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь благовествовать там. И так, отправившись из Траады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь. И сейчас вы видите у себя на экране тот самый портовый город, который во времена Павла назывался Неаполь. Павел смог изменить мир, он принес в мир перемены, и видение было ключевым моментом в его деле. Сегодня я расскажу вам, что мы можем перенять у апостола Павла, если мы хотим изменить мир в 21 веке. Во-первых, те, кто меняют мир, видят то, что не видят другие. И Джонатан Свифт сказал, «Видение — это искусство видеть то, что невидимо для других». А Александр Грэхэм Белл сказал, «Когда одна дверь закрывается, открывается другая дверь. Но мы часто глядим так долго на закрытую дверь, что не видим ту, которая открылась для нас». А вот слова Янлы Ванзанд. «Если у вас нет видения, вы застрянете в том, что вам известно. И единственное, что будет вам известно, это то, что вы уже видели». Перед Павлом закрылась дверь в Малой Азии. Он хотел пойти в одном направлении, но Дух Божий запретил ему туда идти. Тогда он пошел в другом, но ему не удалось зайти далеко. В конце концов, он оказался на севере Малой Азии в городе Александрия Траадская. Там у него и было то видение, которое заставило его пересечь Игейское море и прибыть с благой вестью в Неаполь. Павел не ограничивался тем, что имел. Его не смущали ограничения и запреты. И именно так он смог увидеть то, что не могли видеть другие. Один македонец попросил его приехать в его страну и принести помощь. Итак, те, кто меняют мир, видят то, что не видят другие. А еще они идут туда, куда не идут другие. Уоррен Беннис сказал, что лидерство — это возможность перенести видение в реальность. Мне кажется, это лучшее определение этого понятия. Способность перенести видение в реальность. Как только Павел увидел в своем видении этого македонца на берегу Игейского моря, просящего о помощи и благой вести, его соратники тут же решили отправиться на другой берег моря. А это путь длиной порядка 240 километров. Именно столько надо было проплыть, чтобы попасть из Троады сюда, в Неаполь. Но они сделали то, что не делал еще никто до них. Они принесли благую весть туда, куда она еще не доходила. Томас Эдисон сказал, что видение без исполнения — просто галлюцинация. А Джоэл Баркер утверждал, что видение без действий — всего лишь мечта. Действие без видения — это просто способ убить время. Только видение вместе с действиями могут изменить мир. В 16 главе Деяний мы как раз видим видение вместе с действиями, и они меняют мир. Там рассказывается о том, как благая весть пришла в Европу. Наш мир навсегда изменился. А послание Иисуса в буквальном смысле начало распространяться по миру. Ван Хавнер сказал, видение должно сопровождаться рискованными затеями. Налюбоваться ступенями, ведущими наверх, недостаточно. Мы должны подниматься по ним. Именно так и поступили Павел и его соратники. Павел рассказал им о своем видении, и они решили, что нужно срочно что-то делать. Я хочу воодушевить вас сегодня. Если у вас в сердце есть видение, и Бог послал вам мечту, у вас все получится. Если вы начнете двигаться по направлению к своему видению. Во-первых, вы должны увидеть то, что не видят другие. Во-вторых, вы должны отправиться туда, куда до вас еще никто не ходил, и сделать то, что до вас еще никто не делал. Видение побуждает нас принести в мир заметные перемены. У Павла было такое сильное видение, что он не мог больше оставаться в Троаде. Его видение заставило его пересечь Игейское море и прибыть сюда, в Неаполь, и принести с собой благовествование Иисуса Христа. Великий американский ученый Джордж Вашингтон Карвер сказал, «Там, где нет видения, нет и надежды». Как ни поглядите, но Павел принес надежду в Европу, потому что у него было великое видение о том, кто нуждался в его помощи. Джордж Вашингтон Карвер был человеком, имевшим силу видения, а еще он был способен на решительные действия. Карвер сказал, «Ни у одного человека нет права прийти в мир, а потом уйти из него, ничего не оставив после себя». А вот еще одна его цитата. В молодости я попросил Бога, «Боже, открой мне тайну Вселенной», но Бог ответил, «Это знание предназначено для меня одного». Тогда я попросил, «Ну открой мне хоть тайну Арахиса». На это он сказал мне, «Что ж, Джордж, такая тайна тебе больше подойдет», и открыл мне ее. Джордж Вашингтон Карвер увидел способ, как Югу оправиться после Гражданской войны. Он помог фермерам найти новые культуры и начать выращивать их, и это изменило мир. В конце концов, это видение и решительные действия позволили ему найти более трехсот способов применения Арахиса, в том числе в напитках, в косметике, в медицине и в питании. Джордж Вашингтон Карвер изменил мир, потому что он совместил свое видение с действиями. А как насчет вас? Возможно, в вашем сердце есть мечта, но вы ничего не делаете для ее осуществления. Вы сможете что-то сделать, только если начнете действовать и впустите Бога в свою жизнь. Павел смог изменить мир не потому, что увидел в своем видении того македонца, а потому что продвигал свое видение в жизнь. Он приехал в Неаполь, чтобы поделиться с людьми благой вестью. Оставайтесь с нами. После паузы я вернусь к вам и расскажу вам из Ковалы, которые сегодня носят имя Неаполя, о том, как стать тем, кто изменяет мир в 21 веке. Скоро все в Израиле изменится. Давайте искать Бога и излияние Его Духа. Это Третья Пятидесятница. На небесах радость, свобода и мир. Кому из вас нужно Божье присутствие в жизни и служении? Это звук свободы. Церковь помазана, и она чувствительна к Богу. Мы – Церковь Иисуса Христа. Нам не нужно идти по миру, нам нужно идти в мир. Я все могу в укрепляющем Меня Иисусе Христе. Это сила молитвы. Наше будущее в безопасности, потому что мы – люди Божьи. Огонь Святого Духа дан нам, чтобы менять мир. Не пропустите. Регистрируйтесь прямо сейчас на Jerusalem2020.com Меня зовут Дэниел Искрик. Я директор исследовательского центра Святого Духа при университете Орла Робертса. Я только что получил степень в области истории пятидесятничества в одном Уэльском университете. Когда я думаю о людях в истории, когда я думаю о тех, кто изменил мир, я обычно вспоминаю известных людей, таких как, например, Гэри Тэбмен, людей, повлиявших на американскую историю, как Джон Адамс. Благодаря движению Святого Духа у нас есть возможность найти единомышленников во всем мире и изменить наш мир. Орл Робертс смог изменить мир. Он видел то, чего не видели другие люди его поколения. Он начал молиться об исцелении на своих службах, а также связал исцеление с видениями. Никто до Орла Робертса не делал такого, потому что только он смог увидеть это. Но он не остановился на этом. Он смог видеть дальше своего служения и исцеления и основал у Ор. Никто до Орла Робертса не додумывался до такой модели обучения, но он смог увидеть это. Где-то в Духе он увидел новую модель христианского образования. Он понял, что миру нужен такой университет, какой он основал. Ему удалось сделать то, что не выдавалось никому до него. Он основал этот университет. Разве кто-то еще связывал медицину с молитвой? Это смог сделать только Орл Робертс. Он заглянул в свой дух и увидел, какой должна быть медицина, какой должна быть юриспруденция, каким должно быть образование. Его студентов можно встретить по всему миру. Они тоже меняют мир благодаря тому, что один человек смог все это увидеть. Когда Орл основал свой университет, он знал, что он либо придет к успеху, либо у него ничего не получится. Он внес в этот университет то, что Бог сделал для него и стал передавать это студентам. Студенты стали приезжать к нему со всему мира, а потом разъезжались по всему миру и меняли мир. Кто значительно, а кто совсем немного. Сегодня, когда мы видим фотографии наших студентов, мы видим, что наше видение пришло в жизнь. Сегодня на программе «Мировое влияние» мы говорим о видении, изменяющем мир, о том, что Бог призвал нас изменить мир в 21 веке. В первой части нашей программы мы говорили о том, как Павел увидел в своем видении одного македонца и проделал путь длиной порядка 240 километров. Он пересек Эгейское море и приплыл из Троады сюда, в Ковалу, нынешний Неаполь, чтобы принести в Европу благовествование Христа. Именно через этот город Слово Божье попало на европейский континент, в результате чего изменился мир. В первой части своего послания я уже рассказал вам о том, что те, кто изменяют мир, должны видеть то, чего не видят другие, и идти туда, куда не пойдут другие. Именно так поступил Павел и смог изменить мир. Есть еще две вещи, которые сделал Павел, когда прибыл сюда, в Европу. И благодаря им он смог изменить мир. Те, кто изменяют мир, должны вытерпеть то, что не вытерпят другие. Как сказал Льюис Хаус, когда у вас есть достаточно сильное и четкое видение, ничто не встанет у вас на пути. Служение Павла в Филиппах началось со служения женщине по имени Лидия у реки за пределами города. Обычно он служил в синагоге, но в Филиппах проживало не так много евреев, чтобы можно было обратиться к ним с благой вестью. Поэтому он отправился за пределы города, и Лидия стала первым человеком, которого он обратил в христианство. Затем он изгнал злого духа из девушки, которая последовала за ним и силой. Он избавил ее от той напасти, но попал в беду, потому что люди зарабатывали деньги на этой девушке, которую считали прорицательницей. Из-за этого Павел и Сила попали в тюрьму, где их сильно побили. Затем тюремный страж поместил их в ту часть тюрьмы, где обычно содержали животных, и забил ноги в колоду. Их заперли в тюрьме за то, что они творили благие дела, следовали за Божьим видением и шли туда, куда не шли другие. Мне кажется, что в этот момент Павел хочет показать нам, что Бог сделал нечто внутри него. Позднее, когда Павел будет находиться в тюрьме в Риме, он скажет, «Я страдаю даже до уз, но для Слова Божия нет уз». Я верю, что в ту ночь около полуночи с Павлом и силой что-то произошло, ведь что-то заставило тогда Павла сказать его знаменитые слова. Давайте же прочтем, как это описывается в Деяниях. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение так, что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Павел и Сила решили перенести много тягот. Они пересекли море. Они решили во что бы то ни стало нести благую весть и отправиться в Европу, а именно в Македонию. Той ночью в тюрьме у них болели их раны, у них шла кровь. Они оказались окружены тьмой, но около полуночи они начали петь, молиться и искать Бога. И тогда внутренние силы, которые были в них, позволили им вытерпеть то, чего не мог вытерпеть никто другой, чтобы увидеть то, чего не мог увидеть никто другой. Если у вас есть видение от Бога, Бог хочет, чтобы вы всем своим сердцем следовали за Ним. Но вы должны понять, что для того, чтобы вы могли воплотить это видение в жизнь, вам придется вытерпеть нечто, что не смогут вытерпеть другие люди. Если вы хотите изменить мир, вы должны быть готовы к тому, что будут времена, когда вам будет больно, и, возможно, вам придется переносить эту боль очень долго. В вашей жизни будет много таких же ночей, как у Павла. Но вы должны научиться петь и молиться даже в полночь, зная, что Бог обязательно воплотит в жизнь свое видение. Заметьте, все произошло не у реки, когда Лидию обратили в христианство, и не тогда, когда девушку избавили от дьявола. Это произошло в ту ночь, потому что вера Павла и силы была очень сильна. В ту ночь был спасен македонец, тюремный страж, а позднее основана филиппийская церковь. Итак, если вы хотите менять мир, вы должны видеть, что не видят другие, идти туда, куда не пойдут другие, вытерпеть то, что не вытерпят другие, и, наконец, вы должны осуществить то, что не осуществили другие. Благодаря своему видению и своей выдержке, Павел смог изменить мир и основать в Европе первую церковь. Мы должны не забывать о том, что Македония была родиной Александра Македонского. Его отцом был македонский царь Филипп II, в честь которого и назвали город Филиппы. А город Салоники, который в библейские времена назывался Фессалоники, был назван в честь сестры Александра. Павел прибыл сюда из Троады, которая на самом деле называлась Александрия Троадская. Даже после смерти Александра Македония продолжала оставаться под его властью. Если мыслить истинами мира, то можно сказать, что у Александра было одно из величайших видений за всю историю мира. Он хотел просто-напросто завоевать все известные на тот момент территории, распространить греческую культуру повсюду и объединить мир. К 32 годам он рыдал от отчаяния, потому что в мире не осталось царств, которые он не покорил. Его видение привело его к краю света. Когда апостол Павел высадился на берег в Неаполе, в Македонии, в стране, все еще принадлежавшей Александру Македонскому, у него было совсем другое видение. Он не хотел завоевывать мир при помощи войны. Он хотел принести миру надежду через послание Иисуса Христа. И истина такова. Царства Александра Македонского уже давно не существует, а греческая культура уже не так сильно влияет на мир. Но благовествование Иисуса Христа, которое Павел привез сюда, в Македонию, посетив Филиппы, продолжает жить. Если у вас есть видение, и вы всем своим сердцем следуете ему, идете туда, куда не идут другие, и терпите то, чего не могут вытерпеть другие, вы сможете увидеть то, чего не видят другие. И осуществить то, чего не могут осуществить другие. Видения обладают большой силой. Хелен Келлер, слепая женщина, которая смогла изменить мир, как-то сказала, «Самый жалкий человек в мире — это тот, у кого есть зрение, но нет видения». А как насчет вас? Что показывает вам Бог? Когда Павел оказался в Троаде, он не понимал, что творят небеса. Бог не пускал его ни в одну сторону, ни в другую. В итоге он оказался на краю христианского мира. Но в тот же момент Бог послал ему новую цель. Он и его соратники тут же сели в лодку и отправились в Неаполь. Они принесли надежду Иисуса на европейский континент. С того самого момента мир изменился навсегда. Истина заключается в том, что моя жизнь раз и навсегда изменилась из-за того, что у Павла было видение, благодаря которому он принес благовествование в Европу. Это же самое благовествование дошло и до меня в США. А как насчет вас? Каково ваше видение? Что Бог поместил в ваше сердце? Зачем вы готовы пойти и вытерпеть то, что вы должны вытерпеть, чтобы осуществить то, что не могут осуществить другие? Я верю, что у вас все получится. Я верю, что с вами Бог. А еще я верю, что Бог призвал вас изменить мир. Я выбрала ОРЮ по ряду причин. Онлайн-программа в ОРЮ является настолько гибкой, что она никак не влияет на повседневную жизнь человека. Если вы работаете днем, то вы можете учиться и выполнять задания в 10 вечера. Вся учебная программа находится в вашем переносном компьютере. Для нас это было очень важно, так как моя семья любит путешествовать. Я училась и сдала экзамен онлайн-программы, находясь за границей. Мои преподаватели были очень отзывчивыми. Они всегда были готовы мне помочь. И они хотели, чтобы я добилась успеха. ОРЮ – это христианский университет. И кроме получения образования, он помог мне развивать мою духовную жизнь. Это удивительно. Это прекрасная программа, действительно. Очень мне помогла. Используйте свое время с умом и начните выполнять свое жизненное предназначение. Заходите на наш сайт. Сегодня на программе «Мировое влияние» мы говорили о видении, изменяющем мир, а именно о том, как Павел увидел в своем видении македонца, и это повлияло на историю мира. В Европу пришло благовествование, и мир изменился навсегда. А как насчет вас? Какое видение Бог поместил в ваше сердце? Что вы призваны сделать сегодня? Возможно, вы говорите «я в замешательстве, я не понимаю, что происходит». Вспомните Павла в Троаде. Он шел то вправо, то влево, но у него ничего не получалось. Но в конце концов, Дух Святой обратился к нему и послал ему видение о будущем. Возможно, с вами происходит то же самое. Вы не понимаете, что происходит в вашей жизни. Я призываю вас искать Бога. Откройте свое сердце, прислушайтесь и увидьте свое видение о будущем. Если вы посмотрели нашу программу, и вам нужна молитва, то позвоните нам по телефону, который вы видите на экране, или зайдите на наш сайт. Я с радостью послушаю вашу историю о том, что Бог поместил в ваше сердце и о ваших видениях о том, как изменить мир в 21 веке. На нашем сайте вы можете оставить запрос о молитве и поделиться тем, что Бог делает в вашем сердце. Нам пишут люди со всего мира. Сегодня программу «Мировое влияние» можно посмотреть в 150 странах. Нам пишут люди из всех этих стран. Вы тоже можете позвонить или написать нам, и мы помолимся о том, чтобы Бог изменил вашу жизнь и дал вам сил следовать за видением, которое Он вам послал. Мы на программе «Мировое влияние» считаем, что Бог послал нам видение о том, что мы при помощи современных медиасредств должны нести Иисуса в мир 21 века. Мы делаем это очень просто. Мы проповедуем Слово Божье простыми словами, потому что верим, что вся сила заключена в Слове Божьем. Сегодня мы поговорили о видении Павла, о том, как он прибыл в Македонию, в город Филиппы, и выдержал то испытание, которое приготовил для него Бог, чтобы изменить мир. Я верю, что Бог заговорит и с вами, и поможет вам воплотить ваше видение в жизнь. Это была программа «Мировое влияние». Меня зовут Билли Уилсон. Сегодня мы побывали в Неаполе, древнем портовом городе, куда прибыл Павел, чтобы принести благую весть в Европу. Спасибо, что посмотрели нашу программу. Вы смотрели программу «Мировое влияние» с доктором Билли Уилсоном, президентом Университета Орла Робертса, всемирно известного христианского университета в Талсе, штат Оклахома. Наш университет гордится тем, что поддерживает движение духа по всему миру через конгресс Empowered 21. Для получения более детальной информации об этом и других всемирных мероприятиях пройдите по адресу на вашем экране. На нашем сайте вы можете посмотреть другие выпуски этой программы, оставить свою молитвенную нужду и заказать полезные материалы для себя и своей семьи. Вы также можете сделать все это, позвонив нам по телефону, который сейчас на ваших экранах. Скоро все в Израиле изменится. Давайте искать Бога и излияние Его Духа. Это и есть Пятидесятница. На небесах мир и свобода. Кому из вас нужно Божие присутствие в вашей жизни, в вашем служении? Это звук свободы. Церковь помазана, и она чувствительна к Богу. Мы — церковь Иисуса Христа. Нам нужно идти в мир. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Сила молитвы важна. Наше будущее в безопасности, потому что мы, люди Божии, огонь Святого Духа дан нам, чтобы менять этот мир. Не пропустите. Регистрируйтесь прямо сейчас на Jerusalem2020.com Jerusalem2020.com Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова